Добрый вечер, с вами Елена. Сегодня у меня первое такое видео денежное, такое с покупками. Сегодня я вам расскажу и покажу, что можно купить в Сербии на 10 евро. То есть это не обязательно такие покупочки, но то, что нужно было мне, я постаралась вложиться в 10 евро. Итак, начнем. Итак, первая покупочка это кукурузная мука. Стоит она 84 динара, 99 пары. А если перевести на русский, то это будет 42 рубля 49 копеек. Вот кукурузная брашина, она такая 500 граммов. Такое мягкое, желтенькое, такое состояние, консистенция такая, как наша манная крупа. Да, наверное, так. Нет, даже не манная крупа, как мука, просто желтенькая такая. Следующее это тестенина, то есть на наше это получается рожки такие вот. Купила эту фирму первый раз, хочу попробовать. Стоит она 40 динаров или 20 рублей. Сколько здесь граммов? Наверное, как всегда. А, 350 граммов стоит вот 40 динаров. Вот такие, ну попробую, потом посмотрю, стоит ли покупать их дальше или нет. А следующая моя покупка, это вот зачин называется, то есть для варки, для жарки. Как она, специя называется? Зачин S. Вот зачин, это, знаете, подобие... Да, подобие хорватской вегеты, только это вот сербы сами выпускают. Знаете, ничем не отличается, очень даже вкусно. 250 грамм, это стоит 72 динара, 99. Если на русские деньги, то получается 36 рублей 49 копеек. 250 граммов. Следующая моя покупочка, это красная фасоль. Это 400 граммов, стоит 74 динара, 99. То есть на русский 37 рублей 49 копеек. Я беру всегда, я делаю из этой фасоли баночной, делаю салаты, очень вкусные. Мне она нравится. Вот, собственно, я взяла. Следующий это сок от фирмы Life Premium, без сахара. 100%. Один литр стоит 99 динар, 99. То есть на русский 49 рублей 99. Вот любят они 99. Вот такой сок, очень вкусный. Не плитерный, не сильно сладкий, очень вкусный. Вот такой вот сок. Следующая моя такая покупка хозяйственная, это вот освежитель взяла первый раз попробовать, у меня закончился. Там написано, что это за малую просторию. За малый простор посмотрю, вот как оно будет действовать. И там уже будет видно, буду брать в следующий раз или нет. Потому что я брала немножко другую, а здесь их две, должно хватить. И стоит это все 249 динаров 99. Ну, естественно, если на русские деньги, получается 124 рубля 99 копеек. Следующая моя покупочка, это зубная паста. Мы пользуемся этой пастой, давно пользуемся. Она нам очень нравится. Здесь 150 миллилитров. Стоит она 79 динаров 99. И если перевести на русские деньги, это получается 39 рублей 99 копеек. Вот такой вот тюбик. В общем-то он большой, тяжелый. Не скажешь даже, что здесь 150 граммов. Хорошая зубная паста. Мы пользуемся ей всегда. Вот такая вот покупочка. Так, следующее. Следующее это домашняя кора. Написано домашнее тесто за питую гибаницу. То есть написано, видите, написано без аддатива. Это значит без всяких посторонних додатков, как бы скажем. Без консервантов, без ничего. Вот она такая кора. Это вот, знаете, похоже на лаваш. Она тонкое такое тесто. Но, знаете, из этого теста еще правят баклавы. Такие турецкие и греческие сладости. А здесь вот взяла я, чтобы сделать питу с мясом. Покажу вам потом в своем рецепте. Это, знаете, похоже на лаваш, только тоньше и сырой. Это вот 500 граммов. Но там достаточно много. Стоит это 94 динара 99. И на русские деньги, если это перевести, это 47 рублей 49 копеек. Вот такая вот. Я беру всегда, Милагра беру эту фирму, потому что мне она очень нравится. Искала, ходила по магазинам, нигде нет. Вот нашла и взяла. Вот. И следующая моя покупочка, это была на акции. Вот, написано постно. Здесь, значит, нарисовано, что есть в этом пакете. Посмотрите. Неаполитанки. Это вафли. Это чококексичи. Это, значит, печенье в шоколаде. И пошли, значит, палочки. Видите, одни пустые просто, а другие внутри с маслом. Кикирики. Как это по-русски будут кикирики? Орех. Боже, забыла, как это по-русски. А, арахис. С арахиса внутри. И смоки. Это что-то, знаете, похоже на наши кукурузные палочки, только они соленые, тоже со вкусом арахиса. Сейчас я открою, и мы посмотрим, сколько что содержит граммов. Ну вот, я вытащила из пакета. Посмотрите, что у нас получается. Вот такие вот приличные пачечки. В этой пачечке, значит, эти палочки, да, написано, штапичи. Палочки, заполненные арахисом. Здесь 45 граммов. Они такие плотненькие, вкусненькие. Следующее. Здесь 40 граммов. Это пустые, без наполнения палочки. Здесь 40 граммов. Следующее, вот я говорила, это смоки. Очень вкусно здесь. Боже мой. Здесь 50 граммов. Тоже очень вкусно. Смотрим, вот я говорила вафли. Вафли 185 граммов. Это со вкусом крем-ореха. Очень вкусно. Они, знаете, тяжелые. Много здесь, да, мы всегда берем. Вот. И вот такая вот пачка печенья. А в пачке печенья, я вам скажу, сколько граммов. В пачке печенья 250 граммов. Но, на самом деле, там очень много. Сейчас я открою и покажу вам. Они, вот видите, они такие маленькие печенюшечки, тоненькие. И они, значит, в шоколаде. Их очень много, да, как вы видите. Если, я вам сказала, что стоит это все, так, стоит это 199 динар, 99. А если перевести на русский, это получается 99 рублей, 90. Ну, грубо говоря, 100 рублей. Вот. Если мы придем в магазин и будем все брать это отдельно, то это будет уже совсем другая цена. Да, и как мы с мужем посчитали, посмотрели, это получается, где-то, если брать все по отдельности, где-то, да, на 50% снизили. Вот такая была покупка. В принципе, не то, что, то, что как бы закончилось. Нужно все это у меня получилось 10 евро. И вот я вам решила показать, что можно купить в Сербии, значит, на 10 евро себе, детям, еще и по хозяйственным нуждам. Подписывайтесь на мой канал, спрашивайте, смотрите. Дальше будут очень интересные видео. До свидания. С вами была Елена. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok